И снова здравствуйте, дорогие друзья. У нас сейчас седьмой тур, состоится Блиц-турнира. Уже как-то последняя треть турнира начинается очень быстро, не успел начаться. Лидирует сейчас, похоже, Владимир Крамник. Он все-таки обыграл Каруану. Молодец, Владимир Борисович. Да, на дальнем плане мы его видим сейчас. И сейчас посмотрим партию, я надеюсь, Морозевич-Карцен, потому что Александра Сергеевича как-то мы еще не видели в деле, а надо бы. После неудачного старта Морозевич все-таки взбодрился, выиграл партию, а победы они всегда ходят парами или даже больше. Морозевич, в принципе, человек настроения, он может проиграть много партий, побед может столько же выиграть. Причем для него абсолютно неважно, кто его соперник. И вот сейчас вы видите, как Саша с трудом... Пытается пробраться к столику. Такая демократичная очень обстановка. Но не все привыкли, я думаю, к этой обстановке. Не всем и нравится, да. Скажем, Крамнику, наверное, непривычно так сквозь людей пробиваться. Ну, в принципе, если мы вспомним чемпионаты МИРа по Блицу, которые проходили, а вот в ГУМе тоже примерно такая же обстановка была, когда приходилось сквозь плотное кольцо зрителей пробираться. И вот Александр Морозевич, сейчас вы видите, как Карлсон тоже снимает для верности пиджак. А Морозевич, кстати, видимо... Улыбается, что-то ему понравилось. Остается в пиджаке, заметьте. Ну, Саша, не пошла игра в Солониках как-то. Вообще в этапах Гран-при что-то он пока не блещет. Мне кажется, наоборот, у него же он ближе к концу, да? То есть он в двух играл в Гран-при сейчас. И в Цуге, да? И в Солониках. И в Солониках нигде Лавров не снискал. Но ближе к концу. Все-таки он начинал неплохо. Начинал неплохо, да. Причем даже очень неплохо в каком-то из Гран-при. Но потом что-то... Ну, цыплят-то по осени считают, что... Гран-при очень тяжелые турниры. То есть там, да, чтобы показать хороший результат, надо очень много всего, чтобы сложилось. Ну, ты это знаешь лично, потому что участвует в женском Гран-при, да? На самом деле, все пойти может не так в любой момент. Причем этот любой момент может начаться в любой момент. И, соответственно, результат может быть любой. Да. Серьезно. Ну, вот пара этого тура Каруана играет с Анандом, да. Ну, что, Александр Сергеевич, пора показать, наконец, все, на что способен. Мы знаем, что он блестящий блицор, в очередной раз стал чемпионом Москвы. То есть, самоваров у него дома, наверное, уже сопоставимо с количеством самоваров, там, великих блицоров прошлого. Там, Петросян, Таль. Очень любила я эти чемпионаты Москвы по блицу, которые проводились на открытом воздухе. Да. Очень мне нравилась эта обстановка, атмосфера этих турниров. Вообще, в такую погоду надо играть на открытом воздухе. Да, ну, вот если с погодой только повезет, а то последний раз играли, так холодно было 2 сентября. Да, была наслышана. Ну что, Суцелянка. Суцелянка, наконец-то, Ниберлин. Наконец-то, отлично. Хорошо, и что? Ага, ранний дракон. Идем в Маруце, да? С4, Саша. С4. Думает. Захватывает. Конь С3 или С4? С4 или конь С3? Ну, у белых такой широкий выбор. Ну, что, надо подумать. Основательно взвесить все за и против. Так, ну что, Саша, кстати, насчет основательно... Нет, конь С3. Тогда просто дракон, да? Конь Ф6. Дракон с пешечкой на Д7, в нем есть своя... Ферзь А5, да. Своя тонкость. То есть черные не хотят идти на дракон-дракон. Так. С короткими маркировками. Очень крепко. Никаких контр-шансов. H3 против конь G4 и R4. Ну, судя по всему, Саша исполняет то, что заранее изучал, знает. Взял, взял, ну что, Е5, что ли, да? Нет, слон С6. Где заканчивается эта тонкая грань знаний и начинается... Более такая... Грань умений. Конь Д7. Все фигуры снова меняются. Как же они быстро делают неочевидную... Да, да, да. Совершенно неочевидную. Абсолютно. Столько много... Ну, сейчас ладью, видимо, подведет с ферзевой фланга, Саша. Хотя там, знаешь, было взятие на Д4 и ферзь С5. Переход в энджпель. Король H1 просто можно сыграть пока. Или ладью вот здесь подвести. В принципе, после размена чернопольных слонов и черных король где-то слаб. Поэтому надо играть перферзя к белому. Мне кажется, установка вообще Карслана, которую он себе дал на этот турнир, то есть играть быстро, легко. Быстро, легко и бестолково, да? Ну, как можно меньше сил тратить. Сейчас думаю, Е5, да, или Е6? Ага, Е6. Ну вот, существенна ли слабость пешки на Д6? Вот в чем вопрос. У белого же тоже есть слабость на Е4, да? Д5 же черные хотят где-то после ладья Д8. Нет, ну здесь сам Бог велел ладья А, Д1, ладья А, Е1. Пора ладью подвести, Саша. В центру. Нельзя без игры. Уже медленно играю белое. Это можно сказать медленно, а можно подобрать другой эпитет, вдумчиво. Вдумчиво, да. Ну просто такой ход, как ладья А, Д1, надо делать в пять раз быстрее, вот, чем он сейчас сделал. Да, есть ходы, которые надо делать быстро. Карякин-крамник. Карякин-крамник. Ну там какая-то усушка, утруска, насколько я вижу. Да, там какой-то как раз начался. Так. Опять Саша думает, пусть ладья А, Д8, собственно, на что делать? Может быть, ферзя увести из-под удар, ферзь Е2, скажем, вот так. А на Д5, может быть, Е5 сыграть? Хотя в любом случае, там слон на Б3 вообще не удела у белых останется. Не видно перевеса-то? Перевеса не видно. Перевеса не... Ну ладно, важно недовеса не получить. Тут ведь... Да, но тут вот важно понять, что белыми тоже иногда следует сыграть на равнине. Если сыграть Ф5, тогда может последовать ЖФ, ЕФ и Д5. И Е5. Да, вот Ф5. Так, смотрим реакцию ЖФ и на ЕФ Е5. Вот, я думаю, такая может последовать. Чтобы что мы... Ну, слона вскрыть. Ну, там Д5 же следующий ход. Там пешки покатятся у черных. А белые сами конь Д5 не смогут пойти? Ну да, там вот после размена что будет? А, тогда будет... Значит, избрал иную стратегию Магнус. Он Ферзя поставил на Е5 и сказал, что Ферз хороший блокер. Конь, Х5, если туда. Конь, Х5, видимо... Водя, Ф3, что ли? Да. Д5. А что, интересно сыграл Магнус? Ой, интересно. Ну, один из самых основных продвижений. Легкие фигуры белых, конечно, оставляют желать лучшего. Явно неудачно сположили. Не там. Надо куда-то переползать, а как переползать, непонятно. Ну, вот неудачно, конечно, все развивается пока для Морозевича. Он играет вдвое медленнее и, похоже, в полторы раза хуже. Вот теперь перевес черных как-то выкристаллизовывается. Если конь Д5 не выигрывает сразу, да? Молодец, так и надо. Когда что-то не так, ну что? А есть какая-то угроза-то? Допустим, сыграл А5. Какая угроза? А, комбьют Ф6 и ФЕ. Вот, комбьют Ф6 и ФЕ, и там ФЕ пробивается. Это очень красивый ход. Конь Аш5. Конь Аш5. Вот, вот это, да, резонное замечание. Резонное. На ЖТ это все-таки висит. Потому что на ладе Ф3 уже съедим. Да, и пешка Е4 связана. Да, да, да. Что-то я ход из-за белых не вижу. Может, Ф6 все-таки. Ладно. Какой-то Ш8. Ну и как-нибудь пытаться, да. Ну, его с Конь Ж3, Конь Ф1, как-то ФЕ. А, то есть качество отдать, да? Нет, там, конечно, это слишком. Удар по воде, похоже, Конь Д5 получился, да? Ну, что ж такое. Ф6, Конь Е7 как-нибудь нет? Ладья Е3. А, вот, вот это правильно, кстати. Видишь, теперь ладья-то на Е3 не подвисает, и это дает черную. А вот А5. Что опять? Ну и А5. Зато можно перекрутиться. А3, А3. А3, или С3. Ну, Саша, да. Ну, это так, это жутко. Ну, просто... Не, ладья Ф5 прекрасный ход, Ферз бьет Б2, я бы ответил. Нет, ну, там ЖФ. Да, ладья Ф5, это же под сколько боев ты подставляешь? Ферз бьет Б2, да. Ну, видишь, какой компьютерный хлад в игре Карлсон. Угрожает, кстати, А4 просто. Ну, Конь Е7, да, ничего. Сейчас надо как-то... И на Б5 взял, да? Ну, там на Ф6, тяжелее, пешка потеряется. Ну, после слона А8 я бы отошел. А8. Конечно, а что? Слон должен работать, конечно. Комби-то Ф6. Вообще безнадежно бил в позиции, если я не зеваю мат. Е5 какой-нибудь там, нет? Ферзь или Б2, все-таки. Е5, Конь Д5. Да, вот Е5, правильно. Правильно. Там, правда, ладья теряется. Ферзь Е5. Нет, сначала надо на Ферзя перевести. Ферзь Е5, и на КГ7 какой-нибудь, тогда уже Е5. А если Конь Ж8 сейчас? Все же хорошо не бывает. Ух ты. Ну, Ферзь Е5, похоже, сдаться. Слон бьет Е6 где-нибудь. Ну, Ферзь Е5, это консолидирующий ход. Ну, Ферзь Е5 и Д5, и как-то... Ладья бьет Ф7. Ладья Ф7. Конь Ж6, Ферзь Д8, Ферзь А8. Браво. Конь Ж3 в конце варианта. Итак, Конь Ж6. Нет, не проходит. Ну, все равно, Саша, это будет интересно. Ну, красиво, конечно. Погибает так спи... А, нет, подождите, Конь Ж6 же вилка. Вилка просто. А, Ферзь же выбирается. Все, ура. Что ура, Ферзь А5 есть ход. Подожди. Ферзь А5. Ну, не все сразу. Значит, надо дальше. Ферзь А5, Ладья бьет Е4. Ну, где-то Ладья Ф8 может быть в промежутке, да? Да. Ладья Е4, нет, Ладья Е4, Ладья бьет Ф7. Блестяще. Просто обыгрываем карцем. Ладья Е4, Ладья Ф7. Конь Ж6 и Ферзь Д8. Тут что-то есть. Итак, Ферзь А5, Ладья Е8, Ладья Е8. Нет, Ферзь А5, может быть, все-таки Ладья бьет Е4. Но Ладья Е7, Конь Ж6. Шах. И Ферзь бьет Д8. Нет, нет, вот ты говоришь Ладья Е4. Я просто взял на А4. Ладья Е8. Ладья Е8, Ладья бьет Х4. И Конь уйдет оттуда после... Конь Бьет Ж6 угрожает. Ага, прекрасно. Ну что, вечный шаг, кажется. О, испугался. Испугался Магнус. А, страшно стало. Вот как мы засушили его. Да, у нас сейчас... Ничего сделать не может. Да, ну, не человек, к сожалению. Так, 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 покажите носочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, нервно, нервно. Нервно, нервно, да. Ну, крутит пешку витектучно. Ну, как-нибудь нет. Ну, что тут, конечно. Смотрите, за 26 секунд трудно точно не понять. Сложно. Ой, сложно, сложно. Ну, придется на ничего соглашаться. Давай, соглашайся. Ладья Е1. Никаких. Взял-взял Ладья бьет Ф7. И Конь Ж6. И все. И шаг на А4. Нельзя брать на Ж6. Ну, между прочим, позиция... По-прежнему не сахарное дело. Ладья Е1 угрожает. Ладья Е1, и Конь Ж3. Ох, вот это он не учел. Вот это конец. Ферзь А4. Или Ферзь А5. Правильно. Нет, конец. Ферзь и Конь сейчас будут крутить. Ай, какой Сергеич Александр. Ах, как бы открутить. Так. Все. Все. Все начинается сначала. Да, партия только начинается. Продолжается. Борьба Х8. Хочется сделать укрепляющий ход. Слон на БТ умер, но слон на А8 тоже, кстати говоря. Все. Карслан проиграет. Он очень нервничает и времени уже меньше. Шаманишь, матушка. Так, а что? Ферзя надо держать поближе к вражескому королю. Это правильно? Слону на А8 на С2. Так. Ах, не пустили. Конь Ж5. Конь Ж5 съел. И пешка пошла. Е4, да? Ферзь А6. Король Ж8. А Конь Бьет А7, то что-то должно быть. Конь Бьет А7. Сразу? А, нет. Нет. Владя Ж7. Да. Ну, вот Е3 угрожает. Страшная угроза. Слушай, что делать? Вот говорят, что ферзь и конь – это волшебная комбинация. А где? Ну, как-то они… Странно, почему не Е3 сыграл я? Что-то не очень понял. Ферзь И4, Король Ошелся. Нет. Не проиграет. Он блестяще играет, Король Сангейш. Вот мы бы с тобой проиграли бы эту позицию уже раз 5. Сразу же. Да. Что-то он там руками. Ну, попытка поставить вечный шаг, видно. Как нервничает Мразеевич. Ну, как? Просто ужас какой-то. Руки просто дрожат. Ну, Король Ж8, и что? Ну, Ж8. И, к сожалению, на Ферзь И5 выигрывает сразу Ладжи И7. Конь А6 мат угрожает. Угрожает конь А6 мат. Вот оно. Опа. Есть и конь. Опа. Аж 5. Сдался. А что, все, да? Фантастика. Аж 5, конь, это есть 7 шаг. Гениально. Да. Ну, я же сказала, что выиграет, правда. Скажем честно, мы почти ничего не поняли в этой партии, но поняли отдельные моменты. Но даже этого нам хватило… Поняли отдельные моменты. Поняли отдельные моменты. Но Морозевич проявил хват. Мы наконец-то отгадали. Отгадали. Вот это блиц. Может быть, надо смотреть Морозевича до самого конца? То есть он сейчас поймал. Крамник Морозевич, следующая партия. А, Крамник Морозевич обязательно будем смотреть. Мы продолжаем. Идем на перерыв и ждем партии Крамника Морозевича. Крамник Морозевич. Спасибо. Спасибо.